Сервис Learning Apps позволяет создавать интересные интерактивы для ваших уроков или каких-то образовательных проектов. Здесь большое разнообразие. Можно кликнуть на кнопку «Все упражнения» и посмотреть какие-то уже готовые варианты, созданные другими учителями. Либо кликнуть на кнопку «Новые упражнения» и вы увидите, как много различных типов интерактивного контента вы можете создать с помощью этого сервиса. Давайте сегодня попробуем создать задание на сортировку правильного порядка ответов. Я выбираю подходящий шаблон. Сразу можно посмотреть несколько примеров, где показано, как будет выглядеть это задание. И можно тут же кликнуть на кнопку «Создать новое упражнение» для того, чтобы сделать ваш собственный контент. Немного неудобный интерфейс, что полностью искупается, конечно, тем, что сервис бесплатный и нет никаких ограничений на количество интерактива, который вы в нем создаете. Итак, название упражнения, описание задания, если есть необходимость. Затем я прописываю карточки, которые мне нужно создать. У меня будет 4 карточки в задании. Сначала я скопирую текст в описании. Он появится в начале упражнения. Нужно будет нажать кнопку «Ок» показывая, что задание прочитано и ученик его помнит. Теперь я добавляю карточки. Вот здесь нажимаю кнопку «Текст», потому что мои карточки будут состоять из текста. Копирую и вставляю нужные сюда кусочки. Можно загрузить задание не только текстом. Можно загрузить задание картинкой, видео или записать даже какой-то аудиофрагмент. Очень много вариантов, в отличие от многих других сервисов у Learning Apps. И это иногда может стать очень и очень удобным вариантом. Обратите внимание, что в этом типе задания на восстановление правильного порядка тот порядок карточек, который вы записываете, он и будет являться правильным. Значит, сначала у меня будет идти вот этот вариант ответа. Стрелками я передвигаю. Дальше следующий вариант. Вот таким вот образом. Вот такой будет правильный порядок. Теперь я показываю способ отображения элемента. Я могу расположить их свободно. То есть то, что они будут хаотично располагаться по своему полю. Либо располагаю их сверху вниз, либо слева направо. Мне кажется, что слева направо будет смотреться лучше, если для экрана компьютера. Сверху вниз будет смотреться лучше, если я рассчитываю показывать этот интерактив на экране мобильного телефона. Тоже показываю текст, который будет при правильном выполнении задания показываться и указываю, будут ли номера видны на карточках или карточки останутся не пронумерованы. Давайте мы вот этот элемент спрячем. Все готово. В правом нижнем углу кнопка «Завершение» и «Показ». Как видите, вот текст задания. Дальше курсором показано, что можно перемещать каким-то образом карточки. Я их буду двигать. Порядок определяется случайным образом. Вот таким вот образом я перемещаю и нажимаю кнопку проверки. Если все правильно, появляется окно. Если допустила ошибку, то карточки окрасятся красным цветом. Давайте я включу еще раз, и вы увидите. Когда второй раз я включаю это упражнение, у меня карточки снова сортируются случайным образом. И снова нужно их переместить правильным образом. Предположим, я допустила ошибку, поменяла неправильно при последней карточке. И вот таким образом будет задание окрашено. Когда сделано неправильно, дальше кнопка не работает, пока карточки не будут размещены верным образом. И только после этого появляется правильный текст. Теперь, когда все настроено, я нажимаю кнопку «Сохранить упражнение». Оно уходит в мою коллекцию, в правом верхнем углу в мои упражнения. А под ним появляются вот такие вот дополнительные строчки. Я могу скопировать прямую ссылку на задание. И оно укроется потом вот так вот в отдельном окне сразу на весь экран. Либо я могу встроить его, если нужно, чтобы оно было включено внутри сайта. Либо сразу сгенерировать и скопировать QR-код для того, чтобы ученики могли открыть этот тест на экране мобильного телефона.